Третий раз я поблагодарю вас за то, что вы так активно обсуждали то, что я вас попросил. Я специально обратил внимание на то, как вы это все делали. И я отношусь к категории весьма странных людей, которые буквально имеют в виду то, что они говорят. Поскольку вы так активно все обсуждали, поэтому я попросил бы теперь давать так же активно ответы. Вам напомнить вопрос, который вы так активно обсуждали? Напоминаю. Меня интересовал, в ответ на что Авраам получил, в общем-то, завет. Речь идет о пятнадцатой главе бытия. В награду. За что? За послушание. А какое послушание было? Так. Так, пожалуйста. Окей. Дайте, пожалуйста, микрофончик. Да, я слушаю. Еще одно. Я не буду еще раз говорить. Окей. Значит, вы утверждаете, что он получил в награду за послушание. Думайте. На основании пятнадцатой главы бытия или двенадцатой все-таки? Четырнадцатая из главы. Отлично. Пожалуйста, микрофон. А, пожалуйста. Я считаю, что он в ответ на принесенную жертву, которую он принес. Какую жертву он принес? Ну, Бог сказал, принеси мне вот тут трилетнюю телицу, трилетнюю козу, овна. То есть, если бы он не принес, завета бы не было? Ну, я точно. Я понял. Окей. Значит, жертва всему. В ответ на жертву. В ответ на жертву. Скажите, пожалуйста, Авраам до этого жертву приносил? Ну, а почему тогда Бог не заключил с ним завета? Перед этим, если мы читаем, Авраам переспрашивает, почему мне знать, что я буду владеть ею? Почему мне знать, что я буду владеть ею? О чем свидетельствует этот вопрос? Ну, он хочет убедиться, даст ли Бог ему то, что он говорит. Я понял, что он хочет убедиться. О чем свидетельствует этот вопрос? О исполнении обетования. О чем? О исполнении обетования. Этот вопрос свидетельствует об исполнении обетования. Я думаю, это свидетельствует о том, что он нерешительный, он не понимает. О том, что он нерешительный. То есть, на самом деле, это и веры нет. Он не доверяет, он говорит, исполнится ли, на каком основании он исполнится. Так, о чем свидетельствует этот? Я вам прочту одно место, правда, это из Нового Завета. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Что Авраам спросил? Почему я узнаю это? И ангел ответил Захарии. Ангел сказал ему в ответ. Я говорил, предстоящий перед Богом, и послал говорить с тобой. И благовествовать тебе сие. И вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим. О чем свидетельствует этот вопрос? Они верят. У некоторых была, по-моему, идея совсем противоположная. Я не про вас сейчас. Итак, вы должны для себя понимать простые вещи, мои хорошие. Скажите мне, пожалуйста, договора для чего заключаются? Для большей уверенности, что обещания, которые были даны устно, будут. Это же просто. Я вам что-то пообещал. Вы говорите, да, неплохо было бы еще это оформить. Документально. Картина, которая здесь есть, она запечатлилась для нас очень ярко, в части. Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Это очень яркая картина. Вопрос не в послушании. Вопрос не в делании. Вопрос не в жертве. Вопрос в чем? В вере. И послание к римлянам апостола Шеуля достаточно подробно разбирает этот момент в 4 главе. И там говорится, что, впрочем, не только по отношению к нему это написано, но и по отношению к кому? К нам это написано. Верить вменяется это в праведность и нам. Вера без дел вменяется в праведность кому? Нам. Верующим Нового Завета. Верующим Бритхадыша. И апостол Шеуль очень подробно это разбирает и дает объяснение о вере, при которой дела, в общем-то, извините, во всяком случае, в тот момент. Потому что послание Якова в 2 главе говорит, что исполнилась его вера, когда он пошел на гору моря. И это было исполнение этих слов. То есть, его вера произвела в дальнейшем дела, и мы видим о том, что он имел определенную веру. Все это хорошо. Но вот здесь происходит простой момент. Вообще, сама 15 глава потрясающая. Она очень интересная. Она очень любопытная. Сейчас мы попробуем ее прочитать. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я считываю награды твои весьма велика. После всех происшествий это событие какой главы? 14-й победы над царями. И, в общем-то, Авраам получил сверхъестественную победу. Он вдруг участвовал в военном конфликте, который достаточно долго не мог быть разрешен. Потом он завершился победой. Которую у победителя забрал как раз Авраам. Да? После этого, как вы думаете, кого ему вообще можно было бояться? Никого. Я думаю, что в той местности был порядок. Все понимали, что с этим мужиком лучше не связываться. Кому нужны эти неприятности? Зацепили племянника. Чем это все закончилось? Проблема у победителей. Те 11 лет воевали, не могли выяснить. Наконец-то выяснили, кто кому Рабинович. Пришел этот, и все испортил. Оказалось, что он всем Рабинович. В локальном смысле. 318 человек, но вели порядок. Было кому ему бояться? Но Бог приходит к нему со словами. Не бойся. Награда твоя весьма велика. Это был бедный человек? Нет. Ему нужны были деньги. Зачем в пустыне деньги? Стада, которые он имел, мягко говоря, это проблема. Ну, вот у вас, предположим, стадо 100 барашков. Вы будете хорошо питаться, все будет хорошо. А если у вас стадо 200, вы будете лучше питаться? В два раза? А если у вас стадо в 300, а в 400, а в 500, проблем будет только больше. И, в общем-то, дом Авраама был достаточно кипишливый дом. 318 мужиков. Представляете, вообще, 318 человек в доме. Тут, если в одной квартире проживает 5-6 человек, уже не соскучишься. А у него в доме было 318, только мужчин, не считая женщин и детей. Это ж ужас. Понятно, да? Ну, вообще, понятно, о чем идет речь? Ну, в общем-то, у него была достаточно большая головная боль, потому что нужно было приводить это все каким-то образом в порядок. Поэтому его благосостояние было, мягко говоря, небольшой обузой. Он не мог деньги положить в банк, смахнуть поцелбой и сказать, ну, все, живем на процентах. Ему за всем этим хозяйством нужно было смотреть. И когда, в общем-то, его попросили то, что он добыл военным путем, он сказал, да заберите все, пожалуйста. Ничего мне не надо. Понятно, да, о чем я говорю? Ну, он так поступил не потому, что ему ничего не надо было, а потому, что из принципа он так поступил. Он не хотел взять у царя Содома. Что? Я не возражаю. Во-первых, вы должны говорить, куда? Это раз. Во-вторых, вы меня перебиваете. Это два. В-третьих, ответ не совсем корректный. Это три. Вопрос был в принципе, а принцип был очень интересным. Вопрос был не в обогащении, а вопрос был в том, что победа была получена сверхъестественным образом, и он не хотел, чтобы кто-либо бросил тень на сверхъестественную победу, которую он получил. И поэтому он говорил о том, что он даже ремня от обуви не возьмет. И это вопрос уже был принципиальный. Вы знаете, когда делят люди имущество, обычно, в общем-то, можно видеть лояльный раздел имущества, а видно принципиальный, когда раздел имущества, когда начинают делить шнурки. Если делят шнурки, вопрос раздела или вопрос принципа? Принципа. И когда Авраам говорит, даже шнурков не возьму, вопрос чего? Принципа. И он говорит, потому что парень, который вышел к нему навстречу, был не совсем хорошим парнем. Это был, кроме царя Асалима, еще кто там был? Какой еще царь был? Содома. А содомский царь был хорошим? Ну, по умолчанию он был нехорошим. Вышел он с пустыми руками, в отличие от царя Асалима. И, знаете, сделал такой барский, я бы сказал, жест. Говорит, имущество возьми, а людей отдай. А вообще, кому принадлежали люди имущество? Ему уже ничего не принадлежало. Его победили, и все у него забрали. Его победили, и все у него отобрали. Что ему принадлежало? Кроме поражения, ему ничего не принадлежало. И поэтому, вообще, его, знаете, щедрый жест возьми имущество. Как-то смешно вообще выглядел. Ну, вот, позиция Авраама, говорит, послушай, я вообще ничего не возьму. Чтобы ты потом ничего не говорил, я вообще ничего не возьму. И причем не возьму принципиально. Кстати, нужно сказать, что Авраам не распоряжался чужой долей. Он распоряжался только своей. Он говорил, кроме того, что съели ребята, и то, что им принадлежит, он говорит, вот все это забирай. То, что мне принадлежит, я распоряжаюсь. Чужим я не распоряжаюсь. Понятно, да? Итак, Авраам сказал, владыка Господи, что ты не дашь мне? Я остаюсь. Вот страх, который мучил Авраама. Вот страх, который мучил Авраама. Я остаюсь бездетным. Нужно понимать, что Аврааму было порядка 70 лет, когда он получает обетование о потомстве. Где он получил это обетование? 12 глава, это где? Место. Место. В Харане, да? Так, в Харане? Нет, есть другое мнение. Где получил? Спасибо. Речь Стефана. Речь Стефана, 7 глава в Деянии. Стефан говорит, прежде переселения его в Харан. И цитирует при этом он как раз стихи 12 главы Бытия. Прочитайте, пожалуйста. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Когда он говорит, выйди, он цитирует, что? 12 глава. Вы же смотрели? Еще раз прочитайте, пожалуйста, а вы проследите в 12 главе. Бытие 7. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму, Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Спасибо. Соответствует тексту 12 главы? Я не возражаю. Я не возражаю. Скажите мне, пожалуйста, события 11 и 12 главы имеют хронологическую последовательность? Хронологичная это степ-бай-степ. Вы уверены? Ну, после моего вопроса уже, по-моему, не очень. Вы уверены? Скажите мне, пожалуйста, события 12 главы и выход, они происходят после смерти папы или до? События 12 главы. Происходит после смерти отца? Да. Вы уверены в этом? Так написано? Я не спрашиваю, как там написано. Я спрашиваю, уверены вы в этом или нет? Да. В 11 главе написано, сколько лет было папе, когда он родил своего сына Авраама. Написано? 70 лет было ему, Тераху, когда он родил Авраама. Я правильно понял? Во сколько лет, согласно 12 главы, выходит Авраам из Харана? После смерти отца? Нет. Я спросил, во сколько лет? 75. 75. Сколько папе было тогда? 145 лет. 145 лет. Угу. А теперь 11 главу, последний стих. Прочитайте, с облаговолите. И было дней жизни пары 205 лет. Угу. Я прошу прощения. Так Авраам ушел после смерти или до? Наверное, до. Вы же только что утверждали абсолютно точно, что после. Вы же только что утверждали, что это было точно после. И утверждали, что так что? Написано. Так как написано? Мы тратим время. Ну, как написано? Надо пересмыслить. Не факт. Не факт. И если бы вы были внимательны, то вы могли бы привести еще один аргумент? Седьмая глава, пожалуйста. Бытия. Извините. Деяние. Седьмая глава. Деяние. Четвертый стих. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Спасибо большое. Вот стих, который мог бы вам еще аргументировать вашу позицию. Если Стефан не ошибся. Итак, о чем я хотел сказать, на самом деле, чтобы вы достаточно внимательно читали, и не всегда мы имеем последовательное изложение событий. Понятно, да? То есть, согласно той же речи Стефана, который мог ошибиться. Вы так легко с этим согласились? Стефан ошибиться перед тем, как его побили камнями. Движимый Духом Святым. И вы так легко с этим соглашаетесь? Поаккуратнее, пожалуйста. Это был все-таки первый мученик. Понимаете, вопросы, когда все возможно, не дают вам основания для вашей позиции. Может быть так, а может быть так. Ну, я вот имею такое мнение. Ну, а может быть другое. То есть, вы определитесь, какое мнение вы все-таки имеете. Какое? Стефан ошибался? Есть некоторые сложности. Итак, друзья мои, Стефан ошибался? Все ошибались. Ну, вы помните о том, что... Ну, это вообще Библия. Он говорил перед людьми, знающими Тору. Мог ли он ошибаться? Проблема заключается в ниже следующем. Я могу вам дать материал. Вы его прослушайте. И достаточно быстро забудете все, что я вам здесь наговорил. Если вы не включитесь в этот процесс и не начнете, что делать? Думать. Позиция размышления – это позиция, когда вы готовы менять свои взгляды на основании того, о чем говорит Писание. Но если вы не уверены в том, что говорит вам Писание, не можете сформировать свою позицию относительно того, что говорит Писание, есть огромная проблема в основании вашей веры. Понятно, о чем мне это речь? Для меня не проблема. Для меня не проблема в речи Стефана. Для меня не проблема в порядке изложения, в общем-то, события в хронологическом порядке, они излагаются или нет. И не вопрос, ошибался Стефан или нет. Это не меняет, конечно, вашего фундамента веры в Ешову, Мессию, как личного спасителя. Это не влияет никаким образом. Мы не базируемся на одном месте Писания. Это откровение, которое, в общем-то, начинается с бытия и заканчивается в откровении о искуплении, спасении человека. И это фундаментальное откровение, множество раз подтвержденное всем Писанием. Через все Писание оно проходит. Когда же мы говорим о том, что произошло в Харане и в Уре, на самом деле я проверял, насколько хорошо вы помните материал, который я излагал вам до этого. Мы говорили об Уре и Харане, кто когда вышел, чертили таблички, их было очень много, и разбирали, почему, как и везде. И второй раз я этого делать не собираюсь. Третий. Два же уже это делали, спасибо. И третий раз тем более я этого делать не собираюсь. То есть на самом деле, вы же были тогда? Да. Да. Поэтому мне весьма странно ваша позиция. Ну просто я вот читал недельную, когда была недельная глава, и... И что? Абрам, да, там не говорится про... Вот за Абрамом, про Уре говорится, что Фара вышел с Ура, а Абрам все-таки вышел с Харан. В Харане договорил Бог Харан. Скажите, пожалуйста, вы помните разбор, который касался 400 и 430 лет? Согласно этого разбора, где он получает обетование, когда ему было сколько лет? Если вы помните. За 430 лет до исхода, сколько лет было Аврааму? 70 лет. А где он находился, когда ему было 70 лет? Не написано, где он находился. Согласен. Но написано, сколько ему было, когда он вышел откуда? Вышел с Харана. А написано, где он получал обетование? Седьмая глава деяний. Прежде переселения его куда? Где он находился прежде переселения его? Откуда? В Торе этого не видно. Чего не видно? Что в Месопотаме он получил обетование. Да, согласен. В Торе вы можете этого не увидеть. Но если вы его не видите и в деяниях, и в посланиях к Галатам, вот это уже печально. В Галатам и в деяниях, да. Скажите мне, пожалуйста. Откуда же в деяниях тоже Стефан и... Я не возражаю. То есть вы против богодухновенности Нового Завета? Нет. Еще раз. Нет, мне просто интересно, откуда тоже Стефан взял вот это вот, что в Месопотаме он получил обетование. Я думаю, что вы будете иметь возможность, в общем-то, задать вопрос Луке, Стефану и Шаулю. И спросить вообще, откуда, ребята? Собственно говоря, на каком основании? Это мне напоминает сейчас один анекдот. Знаете, когда один из баптистов попал на небо, на небо попал, и он начал разговаривать на тему языков с апостолом Петром и Павлом. И они начали... И он говорит Павлу Петру, читай, как написано. А кто писал? Понятно, да? Так и вы. Читай, как написано. А точнее вы говорите, читай, как я понимаю. Еще раз. Есть общая картина. И мы должны понимать, если можно... Я сделаю простой эксперимент. У меня в моей левой руке... В моей левой руке находится какая часть? Меньшая, да. Как называется? Бритхая даша. Отлично. А в правой руке? Танах. Танах. Отлично. Побольше которой, да? Вы легко определили. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а они противоречат друг другу? И являются ли отдельными, независимыми? В правой руке у меня находится... Чье слово? Чье? А в левой? Одного и того? Конечно. Спасибо. Значит, я могу это все сложить? Ну да. И легко пользоваться тем, что написано в начале книги? И? Какая проблема в том, что я пользовался деяниями, посланием Галатов, а этого не написано в Торе? Какая проблема в этом? Что в Торе этого не написано, если это написано в конце этой книги? Все, я понял. Спасибо. Все понятно, да? То есть, на самом деле, если мы открываем Новый Завет, то мы открываем его с пониманием того, что он говорит то же самое откровение, которое было в Танахе, но давая это откровение на более глубоком и новом уровне. И Новый Завет не противопоставляет Сатанаху. Когда-то я общался с одним евреем, который сказал, слушай, да нет проблем, я готов подписаться под большей частью того, что сказано в Новом Завете. Меня тогда это сильно удивило. Я говорю, подзывай. Как? Он говорит, там не сказано ничего того, чего не написано в Танахе. Он говорит, процентов 70 это цитаты Танаха. Какая проблема? Для меня, как для иудея, согласиться с тем, что сказано в Танахе. Он говорит, никаким вопросом. Но то, что цитирует Новый Завет, он объясняет исполнение пророчеств в Ешоа Мессии, а пророчества взяты откуда? Из Танаха. Когда мы смотрим в Библию, то мы видим Ветхий Завет. Окей? Такое неприятное выражение. Ветхий Завет. Есть такое? В Новом Завете есть такое выражение? Есть, да. А ветшающее? Да, совсем нехорошо. Как-то звучит неприятно. И когда мы читаем Ветхий, мы понимаем, как старый и ненужный. Но я спрашиваю, послушайте, скажите мне, пожалуйста, книги Танаха, кроме того, что они описывают события сотворения, кроме того, что они описывают историю Израиля, кроме того, что они описывают пророчества, которые исполнились, они не описывают, в общем-то, Танах, книги Танаха, не описывают пророчества, которым предстоит еще исполниться? описывает описывает а если они описывают пророчество, которым надлежит еще исполниться, эта книга может устареть понятно, о чем мы говорим и когда мы говорим о Новом Завете, мы говорим о том, что исполнилось то отчасти, что было предсказано там но также Новый Завет содержит пророчество, которым предстоит исполниться и слова, которые записаны в Танахе это слова Творца и слова, которые записаны в Новом Завете если мы, в общем-то, верующие бритха дышат, мы признаем, что и эти слова какое-то имеют отношение к Творцу да? тогда в чем проблема? мы можем легко пользоваться и опираться на Писание Синая точно так же, как и на бритха дыша и здесь нету никаких противоречий Бог не начал противоречить бритха дыша себе когда он был в Синая потому что он вчера, сегодня и во веки тот же он не человек, чтобы углублять или изменяться его истина, она абсолютно а не относительно здесь понятно? поэтому никаких проблем нету в том, что мы пользуемся и книгами Танаха и книгами Нового Завета и исходя из книг Нового Завета нам может быть более ясно и понятно откровение Синая потому что то, что записано в Новом Завете это исполнение тех пророчек и те пророки не всегда понимали как это исполнится понятно, да? потому что читая читая, к примеру первое мессианское пророчество где написано? точнее чуть-чуть 3.15 понимала ли Хава как исполнится это пророчество? а она понимала, что оно исполнится? а как она понимала его исполнение? когда родила ребенка она сказала, что? не совсем так? а не найдете в русском синодальном переводе отсутствует это дело в том, что этот текст изменен вам лучше познакомиться с текстом 4 главы как Хава понимала она понимала его очень правильно Хава пророчество полученное в 3 главе понимала весьма правильно она верила в то что это пророчество исполнилось в ее сыне Каине и она сказала родила я в человека Бога то есть Хава понимала буквально это пророчество и понимала что оно исполнилось вот в ее родившемся ребенке она говорит родила я в человека Господа и это настолько невероятно что раввины говорят послушайте нам надо добавить предлог которого нету в тексте потому что тяжело понять поэтому они говорят родила я человека с помощью Бога от Господа они понимают что текст говорит нечто другое но то что он говорит они не могут вместить и поэтому он говорит ну это трудно понимать поэтому мы добавим предлог но сама Хава понимала пророчество но не понимала когда оно исполнится и читая многие места из Танаха мы видим на сегодняшний день наше понимание через принятие откровения отличается от понимания людей не принявших этого откровения отличается почему потому что они не принимают этого откровения и они по-своему понимают как это должно произойти но читая Брит Хандыша мы понимаем что это уже произошло и полнее ли мы понимаем те пророчества которые звучали полнее полнее почему потому что мы видим как они исполнились поэтому мы понимаем о чем шла речь действительно в пророчествах и правильнее и полнее и шире можем их видеть чем те пророчества которым предстоит еще исполнится потому что мы можем только себе представлять как это будет читая пророчества которым предстоит исполниться у нас картина не такая полная как читая те пророчества которые уже исполнились мы меньше понимаем о пророчествах будущего чем о тех пророчествах которых исполнилось Понятно, да? И поэтому, читая Новый Завет, мы яснее видим картину, открытую пророком в Танахе. Нужно ли нам опираться на него? Еще и как. Итак, возвращаясь к Аврааму. Мы видим, в общем-то, когда ему Всевышний говорит, выйди, посмотри на небо, он вышел, посмотрел, он говорит, поверю. Он говорит, тогда посмотри, под ноги, не на песок, а землю, на которой ты стоишь. Говорит, вот тут, извини, что? Что написано? Что он обвинял? Мы возвращаемся все в ту же 15-ю гулу. Никуда далеко мы не ушли. Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Мы распорядили в доме моем этот Елизарь из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочанец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет исчезнет твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сочетай звезды, если ты сможешь их исчезть. И сказал ему, сколько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу. Он именил ему это в праведности. Это часть, которая, понимаете, когда Всевышний говорит, посмотри на звезды, и потомкам твоих будет не счесть, так же, как и звезд на земле, в это легко поверить или трудно. Но на самом деле вы никогда этого не увидите. И Авраам тоже догадывался о том, что он исполнение этого обетования не увидит. Это понятно? Тут бы дождаться единственного. И после получения этого обетования, как мы тогда разбирали где-то в 70 лет, эти события происходят лет через 15, то есть 15 лет ожидания, это не детский срок. И он уже далеко, извините, не мальчик. И до исполнения еще лет 15. Понятно, да? То есть там шла речь о достаточно длительном ожидании. Когда он в следующей главе с подачи Сара решил помочь немного Богу, и мы видим о том, что это закончилось не совсем удачно. И ему потом еще пришлось ждать столько же, да? Еще 15 лет. Но когда идет речь об этом, когда идет речь об этом, понятно, что ему как бы верить было ну невероятно, с одной стороны. Ну с другой стороны, навряд ли бы он это увидел, когда он жил на земле. И он что, ну хорошо, верю. Но дальше идет обетование. Да? И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю все его владение. Он говорит, не, подожди. Вот здесь подожди. Откуда я знаю? То есть сначала посмотри на звезды. Говорит, ну отлично, верю. Говорит, а теперь вот сюда. Говорит, а вот тут уже, извините. Есть некоторое заменение. Докажи. И чтобы вы понимали, обетование это одна часть. Завет или договор это форма, которую Бог дает для большей чего? Уверенности. Он говорит, послушай, я не очень доверен. Он говорит, тогда договор. Тогда что? Завет. В ответ на неверие Авраам получает Завет. И когда мы посмотрим в Новый Завет, в Брит Хадаша, то Всевышний не только вступил с нами в Завет для большей нашей уверенности, но дал нам еще что? Залог. А для чего дают залог? Еще больше уверенности. Понятно, да? То есть, были обетования, когда пришли сомнения, Бог говорит, для меня не проблема заключить с тобой Завет. И в Новом Завете он пошел еще дальше, дав нам залог в Завете. Понятно, о чем я говорю? Хорошо. Вопросы? У матросов нет вопросов? В Одессе хорошо так говорят, да? В Киеве это как-то странно звучит, а в Одессе так более-менее нормально. Тогда перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...